И ещё пару слов о предыдущем видео, хотя, возможно, это видео будет ещё длиннее. Значит, записывалось предыдущее видео, и это для тех, кто столкнётся с такой же проблемой, начнёт гуглить. То есть, например, кто-то, например, как я, найдёт на Авито подобный плазмоид Samsung с чёрными полосками. Где-нибудь за 1000 рублей. И тут же кинется его покупать. И вот для вас это видео. В нём показаны причины того, что может быть. И, в общем-то, на форуме monitor.net всё расписано, но всё расписано про девятую панельку. То есть, плазмы, у которых S42AXUB9, такие как PS42C430A1V, или 431A2V, или 450. В общем, те, у которых рамка побольше. С 11-я панель у неё какое отличие? Она на 1 дюйм диагональ побольше, и рамочка у неё тонкая. И встречается браку такого гораздо меньше. И самое обидное из того, что я понял, конечно, я на видео немножечко ступил и сначала придавливал не с той стороны, потому что, как я понял, шлейф, во-первых, проходит между двух всё-таки стёкол. И я придавливал сначала с одной стороны, там, где нанесён серая какая-то такая вот хрень, не знаю, как её назвать, ничего не помогало. Потом подкладывать начал бумагу с другой стороны, и тоже ничего не помогало. И с одной стороны можно подумать, что это всё-таки сканирующая вот эта вот планка с квадратными драйверами, но нет. И вот потом, когда я начал возиться с другой стороны, я заметил ещё одну вещь. Самый сильно полосящий шлейф и в момент включения, и во время работы иногда из него слышатся какие-то лёгенькие такие щелчки. Я честно, я не понимаю, что это и как это. Но самый холодный, никаких искор, никаких пробоев внешний нету, никаких изменений на экране тоже нету, как бы полоски не восстанавливаются, другие не гаснут. И самое спокойное для меня это то, что сканы все греются одинаково, то есть, по идее, ничего вылететь-то и не должно. У всех температура одинаково чуть тёплая. Так что, как я думаю, доживать такой телевизор свой срок где-нибудь в гараже, на даче, на кухне вполне может, и сломаться он не должен. Если у кого-то всё-таки сломался, напишите, потому что это мой первый опыт вообще общения с плазмой, с целой, которая хотя бы что-то показывает. То туда этого только биты и попадались. Вот тоже я говорил в том видео, что клей какой-то нанесён. В одном месте он темнее, в другом месте, точнее там есть равномерно светлые, а в другом месте, где полосы тёмные места, это я тоже так толком не разглядел. Может кто-то что-то подскажет и под тем видео, и под этим. Но вот такая вот хрень. В общем, всё-таки, раз какие-то щелчки были в шлейфе, я всё-таки предположу на этот раз уже на 99,9% что кирдык всё-таки матрица. И пытаться сделать я его больше не буду, потому что это, во-первых, бесполезно, во-вторых, можно просто сделать хуже. Я что сделал, единственное, я только шевелил шлейф, трогал температуру на драйверах, слушал, как оно работает, вот эти вот щелчки услышал, и всё. А, ну и простукивание делал, тоже ничего не помогает, никакого вообще механического воздействия. Вот что самое обидное. Например, если будет брак какой-нибудь подобный на LCD-матрицах, когда там цветные полосы попрут, там придавить хоть можно, оно хоть лучше становится. Здесь вообще ничего. Вот ещё раз покажу, и ещё почему ремонт невозможен. Во-первых, сам вот этот шлейф, как я понял внешне, заходит между двух стёкол. И вот эта вот часть внутренняя, она между металлическим каркасом, на который приклеена эта самая панель, она приклеена там огромными полосками двухстороннего крепкого скотча. И чтобы вот это подлезть, там что-то делать, это просто невозможно. То есть ремонт невозможен. Отклеить у вас её не получится. Она либо треснет, либо просто ничего не выйдет. Туда что подсовывать, что не подсовывать, тоже не помогает. Так что ремонт вот такой вот хрени невозможен. Сейчас я ещё примеры фото покажу, тоже с монитора найденное. Это уже, вот это фото, это моё, 11 панельки. А сейчас покажу 9, как там это выглядит. Вот симптомы. Это вообще ужас. Такое даже смотреть невозможно. Мое хоть ещё можно смотреть. Вот это вообще ужас. Тут прямо, можно сказать, целый скан не работает. Вот живая, вот неживая, вот почти неживая, вот живая полностью, вот тут чуть-чуть. Тут почти всё сдохло, и вот ещё рабочий один. И смотрите, как это выглядит на 9. Возможно, вот тут, кстати, тоже вот эта белая параша, точнее серая параша была. Её отковыряли и увидели вот это. Я отковыривать боюсь, во-первых. Потому что я не хочу треснуть, надорвать целую панельку, даже с полосами. Мне она ещё нужна в таком виде, как есть. Но здесь вот такой вот ужас. Вот так вот примерно это и выглядит. Тут где-то ещё было. Блин, это не то. Вот. Вот так оно выглядит. То есть, обгорел контакт, и обгорел контакт между шлейфом и стеклом. И дорожки на вид такие же, как наносятся на клавиатурах. Но всё-таки, как мне кажется, такое восстановить невозможно. Тем более, в таких количествах и такое мелкое. Так что, если кто-то вдруг встретит на Авито или найдёт на помойке плазменную панель Samsung, не старую, вот это такой дефект касается именно не старых панелей, у которых будут горизонтальные, либо тонкие чёрные полоски, их будет несколько, либо их будет уже много, подумайте, прежде чем её брать. Можно нарваться вот на такой. Скорее всего, вы на...